здравствуйте друзья доброе утро у нас буквально через сколько там через шесть часов мы будем в эфире с со светланы каф иммиграционным адвокатом и светлана расскажет то что уже сейчас известно по поводу изменения порядка рассмотрения за эти заявлений на политическое убежище я только со своей стороны хочу вот что сказать ребят дело в том что исторически когда люди подавали на политическое убежище это занимало буквально три недели до того чтобы назначить интервью сегодня подал через три недели интервью и изменилось это ну вот буквально последние три-четыре года как скажем пять лет назад это еще было вот вот на этом уровне вот между пятью и четырьмя годами где-то вот это начало изменяться потому что стала очередь расти и когда это было с трехнедельным интервалом адвокаты иммиграционные говорю ребята вы пока не подаете вы дождетесь скажем две недельки две недельки до конца срока действия вашей визы и тогда только подаете чтобы интервью уже было назначено за пределами срока действия визы то есть вы уже вне статуса и если вам откажут вы можете обращаться в суд потому что если вам откажут пока вы в статусе то вы уже в суд обращаться не можете вам надо уезжать там были тонкости то есть в некоторых ситуациях типа можно было и тогда ну в общем это было уже намного намного сложнее и вот этот порядок который был тогда сейчас его хотят вернуть на место для того чтобы закрыть вот эту дырку в системе которые пользовались сотни тысяч людей из стран латинской америки они приезжали с единственной целью поработать подзаработать они заполняли вот какие-то совершенно беспочвенные заявления причем если это сделать скажем лос-анжелесе где пять лет очередь пять лет очередь то есть на вас какую-то бумажку отправляют там даже не написано что с вами случилось да то говорят вот прошу рассмотреть бах через полгода вас разрешение на работу и вы там пять лет пройдет пока вы только к офицеру попадете допустим на вас отправит значит вас еще пару лет пока суд и еще там пару раз по пару лет пока апелляции пойдут то есть человек который хочет просто подзаработать он идет и на 10 лет имеет право на работу так вот вот чтобы эту дырку закрыть предпринимается такое усилие когда говорят мы снова возвращаемся к трехнедельному процессу обработки трехнедельной обработки с тем чтобы сразу от футболить тех кто без всякого основания значит там как бы три приоритета заявлены первый приоритет это те кому уже назначили интервью но она перенеслось но там есть сколько-то людей там практически не о чем говорить это можно даже проигнорировать их очень мало второй приоритет это те кто в пределах трех недель и третий приоритет это те кто три недели и больше но вот те которые три недели и больше поскольку задача стоит чтобы не не запустить их в систему с разрешением на работу обрабатывать их согласно того что написано на сайте миграционной службы начинается с другого конца то есть скажем если вот три недели мы отсекли три недели и один день потом три недели и два дня три дня четыре дня пять дней и так далее то есть порядок обработки идет назад то есть те кто например подал два года назад таким придется дольше ждать чем тем кто подал год назад а тем кто подал год назад придется дольше дать чем тем кто подал месяц назад width как бы вот 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 такой порядок будет и соответственно в этом новизна ситуации но еще раз для тех кто еще не подавал для тех кто только идет в этот процесс они возвращаются на 5 лет назад, как бы в смысле обработки, и это неплохо, то есть человеку через 3 недели ему говорили да или нет, и он, пожалуйста, он через 3 недели, он уже тут же получал, довольно быстро получал разрешение на работу и все дела, и уже мог там воссоединением семьи заниматься и всеми остальными делами. Поэтому это в целом неплохо, совсем даже неплохо для тех, кто имеет реальные какие-то основания и рассчитывает на успех. Для тех, кто хотел бы использовать это с целью такой злоупотребления системой, просто чтобы получить разрешение на работу и поработать, вот для них это плохо. Хотя то, что они сейчас сделали, как бы наоборот помогает тем, кто хотел именно подольше поработать и уже успел давно подать, потому что на них теперь еще дольше доберутся, пока начнут ситуацию рассматривать, но это временное такое преимущество, которое получили те, кто успел подать давно. А те, кто успел подать давно, но действительно имеют какой-то реальный кейс и рассчитывают на получение политического убежища, они как раз наоборот от этого всего, можно сказать, что пострадали немножко. Затяжка такая произошла. То есть будем надеяться, что все у них будет нормально, но вот как бы это то, что я вижу и то, что я вспоминаю из опыта нашего, и ребята, которые нас смотрят там лет пять и больше, они прекрасно помнят, как это было раньше на самом деле. Поэтому ничего такого плохого как бы не произошло пока. Если только не изменится отношение к рассмотрению кейсов, да, и мы этого не знаем, мы увидим, но если, допустим, раньше, ну например, от балды 70% от подающих получали политическое убежище, то если изменить отношение, вот так, подкрутить систему немножко, то получится, что не 70% получает, а только 22%. Это возможно, но мы не знаем, как бы нацелено на это или нет, то есть будет ли эта часть меняться. Ни слова об этом не сказано, поэтому мы предполагаем, что, наверное, нет. В общем, так небольшой такой, ну даже не апдейт, но вот такое наблюдение из как бы так вот, из моих соображений, и мы ждем 4 часов дня по местному времени, когда Светлана Каф выйдет в онлайн, и мы с ней и с вами, кто захочет присоединиться, поговорим на эту тему. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok